Евгений Томпсон Милошка вела домашнее хозяйство. Летом, после трудового дня, когда Мелисс приходил домой, уставший под вечер с добычей, Милошка встречала его. Она готовила вкусный ужин. Усталость снималась, как по мановению волшебной палочки. Мелисс сразу бодрился, настроение поднималось, и он рассказывал, как прошел день. В этот вечер Мелисс пришел с букетом красивых полевых цветов. Милошке очень нравились цветы. Она любила, когда Лисс дарил их ей. «В этот раз мне повезло с утра», — говорил Мелисс. «Иду я с позаранку мимо кукурузного поля, а там крестьянин. Согнулся в три погибели и что-то ищет на земле, вглядываясь в нее пристально. «Доброе утро, человек», — говорю я ему, а он мне. «Привет, привет, рыжий. Да вот только утро не совсем доброе для меня. Что случилось? Что так омрачило начало дня твоего? Может, я как-то смогу помочь беде твоей?» Неприятность со мной переключилась, рыжик. Вышел я с утра из дома и положил в карман кулон счастья. Слиток серебряный в форме солнца на небе. Семейная реликвия. Еще мои далекие предки пользовались им, когда собирали урожай или делали добрые дела. Оберегал он от всех несчастий и проблем. Из поколения в поколение переходил в нашем семействе. Так и достался он деду, дед передал его моему отцу, а тот, в свою очередь, мне. Только по мужской линии переходил кулон и никак иначе. Тогда, когда представителю мужского рода исполнялось 20 лет. Вот завтра сыну моему, старшенькому, исполняется как раз столько. И я, по традиции, должен был передать ему кулон заветный, чтобы счастье в жизни было, чтобы все преграды и невзгоды обходили стороной, а хорошие дела множились и от их прибыль шла. А если я этого не сделаю, кулон оставлю себе или потеряю, жить сыну моему в вечных мучениях и болях душевных. Ничего не будет ладиться у него в жизни, а может и глядит его хуже будет, станет лентяем и паразитом. Я взял, да потерял его. Видать, выпал из кармана, когда собирал хворост. Уж искал, искал, то там, то здесь, да все никак. Так вот в чем беда печаль твоя, сказал Мелис. Как величать тебя, спросил весело лис крестьянина. Афанасием кличут, ну а я Мелис, помогу я тебе, добрый человек. Но и ты, и если сможешь, отблагодари меня потом. Если я найду твою вещицу, дай мне работу какую-нибудь. Ничем не гнушаюсь, все умею делать. И пастухом могу, и стойлером, и дров наколю, и кашу сварю. Знаю я вашего брата, рыжего хитрого. Все так говорите, сказал крестьянин. Но раз хочешь помочь, то рад буду твоей прыти. Сыщешь мне кулон семейный. Так и быть, будет работа и харчи, и в придачу отплачу тебе по-человечески. На том и решили. Лис Мелис знал одну хитрость. Поиск серебра – дело тонкое. Не каждый зверь, не то, что человек знает, лисий хвост как сканер металла. Если им потереть немного землю, а потом провести над ней, металлические мелкие песчинки начнут прилипать к хвосту. Хвост будет тянуть, как магнитом к серебру. Так и сделал Мелис. Провел несколько раз по земле своим пушистым хвостом. Затем взял его, как косарь косу, и зашагал по полю. Удивился крестьянин, но стал внимательно смотреть за лисом. Ходил, ходил Мелис. Так по полю часа два, может быть, три. Хвостом своим цепляясь за травинки и колючки. Потрет о землю его и снова идет. Ищет кулон серебряный. Уж весь пыльный лисий хвост стал. Теперь он был не рыжий, а серый. Но это никак не мешало поиску. Вдруг, как что-то потянуло хвост лиса в сторону ямки, Мелис остановился, встряхнул хвост от пыли и грязи. Стал он вновь рыжим и блестел на солнце. Лапкой стал копать в том месте, где тянуло хвост. Что-то твердое показалось. «Вот и нашлась твоя пропажа!» – крикнул лис. Это был потерянный кулон. Он был увесистый, как пара груш или яблок. Крестьянин с изумлением взял кулон из лапок Мелиса и стал рассматривать, как бы не веря глазам. Затем улыбнулся, обнял лиса и долго-долго кричал «Ура! Ура! Ура!» Он радовался находке, как пилот штурвалу, как обжора торту, как родители своему ребенку. «Ну что ж, слово я свое сдержу. Теперь ты можешь не только работать на меня, но и жить в моем доме. Пошли сейчас ко мне. Помоги доставить хворост, а там найдем тебе занятия», – сказал крестьянин. И пошли они через поле к дому, где жил Афанасий. Крестьянин жил в дружной и доброй семье. Жена и трое детей, которые все как один точная копия своего отца. А еще у Афанасия было небольшое хозяйство – корова, двадцать куриц и петух. Дело шло к обеду. Пришли они к дому Афанасия, сложили хворост в сарай. Жена крестьянина накормила их вкусным обедом. Стал Афанасий показывать свое имение. «Большой двор, большой дом, добротные надворные постройки, сараи, баня. Вот здесь ты и будешь работать», – сказал крестьянин. «Работы много. Утром будешь помогать сыновьям и жене по хозяйству. В обед надо натаскать воды с колодца, накормить живность. А ближе к вечеру уже и свободен будешь. Завтра с утра и начнем», – сказал Афанасий. «Приходи ни свет ни заря. Пока я буду в поле, ты будешь здесь. А вечером, как вернусь, и расчет с тобой сразу». Понравилась такая работа Мелиссу. На том и порешили. Пошел Мелисс домой к себе. По пути для Мелошки нарвал полевых цветов. Они пахли медом и свежестью. Поужинав, Мелисс и Мелошка вышли во двор, где был удобный лежак из хвороста и трав. Расположившись в нем, они стали смотреть в звездное небо. Яркие, как маленькие фонарики, звезды светили своим манящим светом. Ночное небо было красивым и волшебным. Падающие звездочки озаряли его, делая контур темноты просторным и сказочным. «Смотри, Мелисс, звездочка упала», – сказала Мелошка. «Давай желание загадаем». «Давай», – сказал Мелисс. И они загадали желание. Каждый, как казалось, свое. Но на самом деле оно было одним. И Мелошка, и Мелисс пожелали, чтобы в скором времени у них было благополучие и счастье. И еще больше, чем есть, но в меру. Ибо знать меру в жизни – самое главное в этом мире. Луна светила своим желтым светом на Землю. Сверчок исполнял свою ночную рапсозию. Где-то в безоблачном небе появилось облачко. Оно одиноко проплывало над домиком Мелисса и Мелошки, всем видом показывая, что никак не презентуют на мир и покой. Медленно проплыло и вскоре вскрылось за горизонтом ночного неба. Небосвод был теперь кристально чистым. Мелисс и Мелошка пошли спать. Рано утром, когда солнце только расправляло свои нежные лучики, Мелошка приготовила завтрак, покормила Мелисса и проводила на работу. Мелисс, придя к дому Афанасия, встретил все его семейство в сборе. Они только позавтракали, и теперь Афанасий, как глава семейства, в день рождения своего старшего сына, которому исполнялось сегодня 20 лет, передавал ему во владение заветный серебряный кулон счастья. Вся церемония длилась недолго, и мать и отец пожелали своему первенцу всего самого лучшего, что могут только пожелать родители своему чаду. И в подтверждении своих слов Афанасий и его жена подарили сыну, помимо кулона счастья, красивого рослого скакуна. Конь был красив, величественен, и его богатая грива гордо развивалась на ветру. «Пусть этот конь приносит тебе удачу, будет верным другом в любой ситуации, люби его и ухаживай за ним, и он отплатит тебе той же монетой», сказал Афанасий. Солнце уже было высоко, у всех были дела и заботы. Сыновья вместе с отцом ушли в поле, лис стал заниматься хозяйством, а жена крестьянина стала готовить обед. Тем временем кошка-милошка решила сделать особенный ужин для себя и Мелисса. Она решила, что рыбки как раз не хватает для пиршества, которое можно устроить сегодня в честь первого дня работы Мелисса. Она взяла удочку, две корзинки и пошла на озеро, которое было недалеко от их дома, ближе к середине леса. По дороге она в одну из корзинок собирала грибы и ягоды. Ягоды были сладкими, вкусными. Грибы она решила пожарить и подать к столу с рыбой. Расположившись на берегу озерца, Мелушка закинула удочку. «Клюет!» – радостно крикнула она. Аккуратно сняв с крючка рыбку и положив ее в корзинку, Мелушка вновь закинула удочку. И снова удача! Так за полдня она наловила целую корзину. «Ну и вкусный же ужин будет сегодня!» мечтая подумала Мелушка. «Теперь надо поторапливаться домой. Еще нужно успеть приготовить все это». И пошла она по тропинке к своему дому. Легкий ветерок качал сосны и ели. Тропинка под лапками Милошки поскрипывала, напевая ей лесную песню. Она в отличном настроении и в предвкушении приготовления ужина шла и мурлыкала себе под нос песенку. «Приготовлю я на ужин рыбку вкусную с грибами, три салата из моркови и кувшин молока. Угощу Мелису пирогами, чтобы нарастить бока». Шла она, напевала, как вдруг слышит, кто-то жалобно пищит. Милушка остановилась, прислушалась. Где-то совсем рядом сидел бельчонок. Милушка подошла к бельчонку и спросила, «Что случилось, малыш?» «Я выпал из дупла. Мама сказала, что скоро придет. Я жду ее, жду, а ее все нет. Мне захотелось залезть повыше на дерево и посмотреть, где же там мама. Почему она так долго не идет?» Полез на ветку и сорвался. А залезть назад не получается. Я еще маленький. А еще я проголодался. Хочу кушать. «Не беда», — сказала кошка. «Садись ко мне на спину. Я доставлю тебя в твой домик». Милушка взяла несколько грибочков и две рыбки из корзинок, положила их в свою сумочку и, взгромоздив бельчонка на спину, полезла вверх на дерево. Острыми коготочками она, как опытный скалолаз, лезла вверх. Ветки на ее пути были, как ступеньки. Одна ветка, другая, третья, и вот она возле дупла. Войдя в дом белки, посадила бельчонка за стол и положила грибочки и рыбку в тарелку. Бельчонок поел и уснул. Она еще некоторое время посидела рядом, а затем тихо ушла. Милушка взяла корзинки, что оставила возле дерева, и пошла дальше к своему дому. Она снова стала распевать свою веселую песенку, морлыкая ее себе под нос. «Приготовлю я ужин, рыбку вкусную с грибами, три салата из моркови и кувшин молока, угощу Мелисса пирогами, чтобы нарастить бока!» Вдруг видит, Мишка косолапый сидит на дорожке и плачет. «Что случилось, Мишутка?» спросила Милушка. «В лапку мне попала заноска, не могу идти дальше, вот и плачу поэтому. Давай-ка я посмотрю, что у тебя с лапкой». Взглянула кошка на Мишкину лапку, а там не заноза, а целая щепка торчит. Взяла Милушка ее за кончик и вытащила из Мишкиной лапки. «Ну вот, и делов-то!» с радостью сказала Милушка. «Спасибо большое вам, тетя кошка!» сказал Мишутка. «Не за что, Мишка! Смотри теперь под ноги!» «Хорошо, буду смотреть!» сказал Мишутка и пошел в сторону малины, что росла неподалеку. И вот, наконец, Милушка дошла до дома. Был уже полдень. Солнце было высоко и немного припекало. Она стала жарить и парить, резать и шинковать. Ужин предвкушал быть не просто хорошим, а очень вкусным и аппетитным. Запах готовящихся блюд манил и одурманивал. Вдруг слышит Милушка, кто-то стучит в дверь. «Вот досада!» подумала кошка. «Наверное, уже с работы вернулся Мелис, а у меня еще ничего не готово!» Открывает дверь, а на пороге Белка и Медведиха. Испугалась Милушка и уже хотела было закрыть дверь, как звери в один голос сказали. «Милая кошка, спасибо тебе!» «За что спасибо?» удивилась Милушка. «За деток наших спасибо!» «За Бельчонка!» сказала Белка. «За Мишутку!» сказала Медведиха. «Ну что вы!» «Все хорошо!» «Вы бы тоже на моем месте так поступили!» «Так или не так!» сказала Медведиха. «А кроме тебя, кошка, помочь Мишутке некому было в тот момент». «И Бельчонку тоже!» вторила Белка. «Вот тебе в благодарность от нас бочка меда и мешок орехов!» «Спасибо!» сказала Милушка и пригласила Белку и Медведиху в дом. Милушка напоила их чаем с печеньем. Они помогли кошке приготовить ужин. Медведиха настряпала пирогов с картошкой, Белка сделала три салата, а тем временем Милушка пожарила рыбки с грибами. Как все было готово, гости засобирались. Милушка пригласила их остаться на ужин, но Медведиха и Белка, сославшись на домашние дела, все же ушли, пообещав в следующий раз непременно воспользоваться приглашением. Вскоре пришел с работой Лис Мелис. Он был так удивлен ужином, что даже забыл отдать Милушке заработок и подарки, которые заработал в первый день. Но поужинав, вспомнил. А принес он немало. Несколько килограмм мяса, крупы в два мешка и три ящика с овощами. Поужинав, Милушка и Мелис вышли во двор, расположились на лежаке. Милушка рассказала о своих дневных похождениях, а Мелис о том, чем он был занят. Они смотрели на звездное небо. Оно вновь было безоблачным и красивым. Луна медленно проплывала по небосклонам, освещая небо и землю своим желтым космическим светом. Субтитры создавал DimaTorzok